Чарли Чаплин был одним из величайших режиссеров мира, но он также был внесен в черный список Голливуда и изгнан из Соединенных Штатов. Оказывается, реальная жизнь этого гения фарса была совсем не смешной. К концу 19 века Чарльз Чаплин-старший был одним из самых ярких талантов британской сцены. Популярность певца Чаплина-старшего росла, даже когда он стал жить со своей женой и артисткой Водевиля Ханной Чаплин. В 1889 году у пары родился ребенок, которого они назвали Чарли Чаплин-младший. Однако жизнь молодого Чарли была совсем нелегкой. Когда ему был всего один год, его отец ушел из семьи, оставив жену и сына без средств к существованию. Ханна и Чарли погрузились в ужасную нищету, а Чаплин-старший не сделал ничего, чтобы облегчить их положение. На пике своей славы Чаплин-старший был арестован за неспособность обеспечить Чарли и другого своего сына, Сидни. Пьянство также было серьезной проблемой среди звезд Водевиля в 1890-х годах, а Чарльз Чаплин был выдающимся пьяницей. К тому времени, когда Чарли исполнилось 12, его отец скончался, а причиной стало пристрастие к бутылке. Несмотря на бедность, Ханна сумела сохранить крышу над головой сына и даже развлекала его, исполняя старые водевильские номера. Это могло быть хоть и бедное, но счастливое детство. К сожалению, судьба распорядилась иначе. Очарованный карьерой своей матери Чаплин к пяти годам подражал ей во всем, и пускай вскоре он сам вышел на сцену, обстоятельства складывались далеко неблагополучно. Первое выступление Чарли состоялось во время одного из концертов Ханны Чаплин. Он смотрел из-за кулис, когда в середине песни его мать потеряла голос. Режиссер запаниковал и вытолкнул Чарли на сцену, где он ошеломил публику своим собственным выступлением. В более добром мире этот момент мог означать начало лучших времен для семьи Чаплин. Однако это стало началом их кошмара. Вскоре стало ясно, что проблемы с голосом Ханны были лишь первым внешним признаком её быстро ухудшающегося психического здоровья. По мере того, как она сама и её дети продолжали жить в нищете, Ханна всё дальше отдалялась от реальности. В конце концов, её поместили в лечебницу, а Чарли и его брата бросили в работный дом. Чарльз Чаплин-старший был ещё жив в то время и на короткое время согласился принять мальчиков к себе, но это длилось недолго. Чарли провел так много времени в работном доме, что проучился в школе только шесть месяцев. В первые 12 лет жизни Чарли Чаплина у Чарльза Чаплина-старшего, кажется, были мимолетные угрозения совести, когда он пытался помочь своему сыну, даже если эти стремления и быстро заканчивались. Один из таких моментов наступил в 1897 году, когда он отправил своего сына работать в танцевальную труппу, чтобы тот мог хоть как-то сводить концы с концами. Однако даже этот факт не имеет конкретных доказательств, и другие источники утверждают, что сочувствующие знакомые Ханны Чаплин из сферы шоу-бизнеса организовали концерт. К сожалению, это не стало большим прорывом для Чарли. Группа 8 ланкаширских парней не имела успеха, и Чарли был вынужден ежедневно браться за любую работу, чтобы выжить. Позже Чаплин утверждал, что он был продавцом газет, изготовителем игрушек, работником типографии, ассистентом врача и много кем ещё. Только в 20 веке он смог вернуться в Водевиль, и в 1908 году это занятие стало карьерой, которая обеспечивала ему стабильный доход. Подписавшись на роль комичного пьяницы в труппе Пантомимы Фреда Карно, Чаплин, в конце концов, совершил поездку по Америке. Очевидно, местной публике понравилось то, что она увидела. В 1912 году продюсер Марк Сеннет подписал юного комика на съемку в кино. На этот раз большой прорыв Чаплина наконец-то случился. Имя Стэнли Кубрика стало олицетворением художественного перфекционизма, доведенного до безумия, но до Кубрика был Чарли Чаплин. После того, как Марк Сеннет подписал контракт с Чаплином, звезда юного комика ярко загорелась. Только в 1914 году он снялся в 35 фильмах, а для второй картины создал своего знаменитого персонажа Бродягу. К 11-му фильму он уже сам стал режиссёром. К 1915 году актёр подписал контракт с SNA Studios и создал собственное продюсерское подразделение, а к 1916 году Чаплин работал с компанией Mutual Films, где у него была полная творческая свобода и самая большая зарплата в Голливуде. Так что будет справедливо сказать, что дела у Чаплина шли хорошо, и так продолжалось в течение следующих нескольких лет. Но также это был период проявления деспотического характера Чаплина. Это был первый признак того, что за гением кинематографа скрывается человек с огромными комплексами. Известный как самый требовательный человек в Голливуде, он сотни раз переснимал сцены. И вместо того, чтобы руководить работой, сам отыгрывал каждую роль, чтобы показать актёрам, как нужно играть. Чаплин также увольнял актёров уже наполовину снятого фильма и начинал работу заново. Это была странная и деспотичная система, но каким-то образом она работала. Однако эти черты также намекали на гораздо более тёмную сторону личности Чаплина, которая вот-вот должна была показаться. К 1918 году Чарли Чаплин снимал одни из своих лучших и самых популярных картин. Однако вне объектива в камер Чаплин был совсем не тем милым героем, которым казался. Милдред Харрис едва исполнилась 16, когда Чаплин встретил её. Она была начинающей актрисой, а Чаплин – самой большой звездой в мире кино. Он соблазнил её, а когда подумал, что она забеременела, устроил поспешную свадьбу. Когда он узнал, что беременность была ненастоящей, то сделал всё, чтобы его жена забеременела, и вскоре после этого развёлся с ней. Следующие отношения Чаплина были ещё более пугающими. Актёр впервые встретил Литу Грей в 1920 году, когда она была 12-летней кинозвездой. В следующие несколько лет Чаплин заботился о ней и держал рядом с собой, пока она не стала подростком. Он соблазнил Грей, когда ей было всего 15 или 16 лет, в зависимости от того, кого спросить. Так или иначе, она забеременела от Чаплина, он женился на ней, снова зачал ребёнка, а затем бросил актрису в 1927 году. В личной жизни Чаплина были и другие скандалы. По слухам, убийство в 1924 году продюсера Томаса Инса на яхте Уильяма Рэндольфа Херста произошло после того, как Хёрст попытался убить Чаплина за соблазнение его жены, и якобы сгоряча он застрелил не того человека. В связи с многочисленными фактами спорных интимных связей и непристойных слухов, позже Чаплину был запрещён въезд в несколько штатов США. Во время Великой депрессии карьера Чарли Чаплина достигла пика. Для усталой публики бродяга был как раз тем тонизирующим средством, в котором они нуждались. Его фильмы соответствовали старому клише – приносить радость миллионам людей, в то время как другие звезды немого кино, такие как Гарольд Ллойд и Бастер Киттон, исчезали со сцены одни за другим. К началу Второй мировой войны Чаплин был не просто знаменит, он был иконой. Он даже считал себя более или менее неприкасаемым, что может объяснить то, что произошло дальше. С началом войны Чаплин начал выступать с публичными речами, провознося достоинства Советского Союза. В 1942 году он даже похвалил чистки Иосифа Сталина и сказал, «Единственные люди, которые возражают против коммунизма – это нацистские агенты» Поскольку истеблишмент уже был настроен против актера в связи с его частной жизнью, предполагаемые антиамериканские убеждения Чаплина дали его врагам отличный повод для травли. Закон Манна, введенный в действие в 1910 году конгрессменом Джеймсом Р. Манном, официально зовется законом о торговле белыми рабами, и его первоначальная цель заключалась в борьбе с принуждением к проституции. Однако закон был сформулирован настолько широко, что его можно было использовать для судебного преследования практически любого полового акта, совершенного по обоюдному согласию, при условии, что один участник приехал к другому, чтобы встретиться с ним. В 1944 году личная жизнь Чарли Чаплина снова стала достоянием общественности с массой сомнительных обвинений, и на этот раз это касалось его действий в отношении актрисы Джоанн Барри, которая якобы забеременела от актёра, а затем он бросил её. Раньше подобные вещи остались бы достоянием таблоидов, но ободренный растущими антикоммунистическими настроениями в Америке истеблишмент бросился в бой. Чаплин был арестован за аморальное поведение в связи с законом Манна, так как якобы переправил Барри через границы штата, прежде чем соблазнить её. В конце концов, его оправдали, но народ жаждал его крови. Барри подала на Чаплина в суд для выплаты алиментов. Несмотря на медицинские тесты, которые доказали, что он не был отцом, Барри выиграла дело, и Чаплин был вынужден платить за ребёнка, который, как было научно доказано, не был ему родным. То, что осталось от его репутации в Америке, было уничтожено после этого процесса, и дела актёра становились всё хуже. В 1947 году репутация Чарли Чаплина была полностью разрушена. Тем не менее, Европа была разрушена войной, Америку будоражило на волне паники по поводу красной угрозы, и всё, чего хотела публика, это чтобы маленький бродяга снова рассмешил её. Вместо этого Чаплин решил снять Месье Верду, чёрную комедию по сценарию Орсона Уэллса, в которой он сыграл серийного убийцу, охотящегося на богатых старушек. Эта идея оказалась не самой удачной. Фильм полностью провалился. Это почти разорило компанию United Artists, а пресс-конференция, посвящённая фильму, превратилась в настоящий зоопарк, в котором пресса окружила Чаплина. Таблоиды заранее объявили, что заставят его понервничать из-за его коммунистических взглядов, и они сдержали своё слово. Чаплину чуть не пришлось отказаться от одной пресс-конференции, когда все репортеры обвинили его в недостаточной поддержке капитализма. Не помогло и то, что Месье Верду можно было рассматривать как чёрную сатиру на худшие недостатки капитализма. В то же время, когда самый неудачный фильм разрушил карьеру актёра, Чаплин был уведомлён Комитетом Палаты представителей по антиамериканской деятельности, что вскоре ему может быть предъявлено соответствующее обвинение. Маленький бродяга по-прежнему был любимой боксёрской грушей сенаторов-антикоммунистов, людей, которые отчаянно пытались убрать Чаплина из картины практически любой ценой. Всего несколько лет спустя, в 1952 году, они наконец нашли повод. Несмотря на то, что Комитет Палаты представителей по антиамериканской деятельности официально не предъявил обвинения, Чарли Чаплин всё ещё находился в чёрном списке Голливуда. Внесение в чёрный список разорило актёров вроде Далтона Трамбо, но у Чаплина был своего рода иммунитет, поскольку он был достаточно богат, чтобы финансировать свои собственные фильмы. Возможно, поэтому, после того, как последствия катастрофы с Месье Верду немного утихли, Чаплин снова сел в кресло режиссёра фильма Огни рампы, пока его не выгнали из Америки. И пускай он прожил в Америке 40 лет, к 1952 году Чаплин всё ещё не подавал заявление на получение гражданства США. Он всё ещё использовал свой британский паспорт, что не вызывало симпатии у американской элиты. Осенью того же года Чаплин решил совместить международную пресс-конференцию в связи с премьерой его фильма Огни рампы с поездкой в Великобританию. Он планировал пробыть в Европе около четырёх недель, но в итоге прожил там 25 лет. 19 сентября иммиграционная служба США запретила Чаплину повторный въезд, и всю оставшуюся жизнь актёр оставался в изгнании. Последние десятилетия жизни Чарля Чаплина были отмечены взлётами и падениями. С одной стороны, он снял всего два фильма – Король в Нью-Йорке и Графиня из Гонконга. Но с другой он поселился в Швейцарии со своей женой Уной О'Нил и, по словам сына, создал, на удивление, счастливую семью. Неудивительно, что О'Нил стала ещё одной молодой женой Чаплина. Они поженились, когда ей было 18, а ему 54, и тем не менее оставались вместе до самой смерти Чаплина в 1977-м. К сожалению, у судьбы оставался один последний ужасный удар в рукаве. Через несколько месяцев после похорон двое грабителей выкопали тело актёра и скрылись с ним. Они удерживали останки бродяги пару месяцев, требуя выкупа в размере 600 тысяч долларов. О'Нил отказалась играть в эту игру, повесив трубку, вместо того, чтобы выслушать их требования. В панике грабители начали делать ошибки, и швейцарская полиция в конце концов их выследила. После непростой жизни и поистине странного происшествия после смерти Чаплин наконец обрёл покой. На этот раз навсегда. Посмотрите новые видео на нашем канале! К тому же скоро выйдут и другие ролики про самых интересных исторических личностей, так что подписывайтесь и нажимайте на колокольчик, чтобы не пропустить ни единого видео!